А перед началом видео хочу порекомендовать реально годный канал Форест Вулф. Парень снимает качественный контент на тему игр, старается смотреть на них объективно, а не с одной узкой точки зрения. Недавно у него, кстати, вышел видос по Альфе Баттлфилд 5, советую глянуть, ссылочка на канал будет в описании ролика. Всех приветствую, дорогие зрители! Вы смотрите канал Мастер Плей, зовут меня Антон. В прошлом ролике про тесты дробовиков у нас были помповые шотганы, теперь же мы тестим полуавтоматические. Если кто не видел тот ролик, то цитирую начало того видоса. Мы решили провести тесты, но не простые тесты, а тесты, которые покажут реальное действие и эффективность дробовика в условиях геймплея. Мы выбрали самую оптимальную дистанцию, точнее дальнюю дистанцию, с которой может убить дробовик одним выстрелом, или в случае с полуавтоматическими шотганами нанести больше всего урона, и ту дистанцию, на которой с дробовика в целом можно работать. Но это еще не все. Также мы нацепили все модули, чтобы опять же показать ситуацию обычного игрока. Также мы вспомнили, что никто не стреляет с дробовика, стоя на месте, и практически никто не стреляет с него в прицеле. А поскольку дробь летит рандомно в кружок, мы поставили 5 бойцов и сделали 5 выстрелов в одинаковой ситуации. В итоге, наш тест заключался в том, чтобы найти лучший полуавтоматический дробовик, который способен чаще всего ваншотить и наносить приличный урон на оптимальной дистанции 8 метров в движении и от бедра. Напомню, что в каждом выстреле каждого дробовика 8 дробинок. Этих 8 на такой небольшой дистанции попадает всего 2-3, а иногда и чуть больше. Но оно и логично, в движении ведь стреляем. Я хочу максимально абстрагироваться от цифр в этом ролике, ведь главный его посыл показать тесты на основе реального геймплея. В прошлый раз я учел ошибку и теперь буду выводить результаты не только своим голосом, но и цифрами выше. Процитирую еще одну фразу из начала того ролика, чтобы все были в курсе дела. Урон в руки и ноги ниже, поэтому не удивляйтесь, если дробинок попадет одинаково, а урон будет различаться на пару-тройку единиц. Мы провели 3 теста каждого дробовика с каждым уровнем брони, кроме третьей с броней рука. Потому что почти все полуавтоматические шотганы есть только в защите, поэтому мы решили оставить только 3 уровня брони. Также хочу добавить, что я иногда промахивался, но ничего страшного, так тесты еще живее будут. Чем этот ролик отличается от прошлого, что пришлось разделять шотганы на 2 части? Во-первых, слишком много времени на один видос. А во-вторых, тогда мы тестили количество ваншотов и практически не смотрели на наносимый урон, потому что это помпа. Нельзя сделать второй выстрел сразу же, почти всегда после первого промаха тебя настигала смерть. И это показывало эффективность дробовика. Сейчас же у нас полуавтомат. И сейчас мы тестим урон, чтобы понять, много ли дополнительных выстрелов понадобится для убийства врага. А ваншоты так и вовсе будут продвигать дробовик в топ по нашим результатам. Ладно, сразу начнем с дробовика Фрост, Супер-90. Потому что про него писало очень много человек, и никто из них не додумался прочитать название. Написано же, помповые дробовики, а у Фрост полуавтомат. Так вот, ее дробовик очень мощный, но не самый. Первая броня. Что-то очень странный результат для шотгана Фрост. Может на второй броне он покажет себя лучше? 68. Ваншот. 78. 94. И 94. Вот, это уже лучше. Третья броня. 80. 23. 94. 44. И 22. Почти во всех результатах вам понадобится два выстрела в среднем, и можно надеяться на ваншоты. Далее мы решили взять Валькирию с ее Спас-12. Первая броня. 50. 87. Ваншот. 96. И ваншот. Крутой результат. Вторая броня. Ваншот. Ваншот. Ну, тут я промахнулся и 18. Ваншот. И 76. Охренительный результат. Третья броня. 90. 45. 92. 74. 46. Судя по всему, этот шотган будет лучшим на сегодня. Тогда возьмем Спас-15 Кавейеры, у которого высокая точность, но маленький боезапас. Первая броня. 90. Ваншот. 76. Ваншот и ваншот. Лучший результат. Бьет дробовик Вали. Вторая броня. Ваншот. 67. 49. 92. И ваншот. Тоже неплохо. Третья броня. Ваншот. 94. 72. 58. И ваншот. Этот дробовик показал результаты лучше Валькирии и выходит вперед. Раз уж начали сильных, то и продолжим. Сайга. Первая броня. 64. 76. 86. 32. И ваншот. Ну, с натяжечкой неплохо. Только из-за того, что ваншот дала. Вторая броня. У нас тоже по канону должна быть лучше, чем первые результаты. 74. 76. 22. 77. 67. Мда, Сайга что-то подводит. Может, третья броня лучше? 89. 16. 80. 64. И промах? Еще раз давайте. 15. Че? Сайга, я тебя не узнаю. Я поменял свое мнение об этом дробовике. Урон самый высокий в классе полуавтоматических шотганов, но, видимо, точность говно. ЛЦУ, кстати, стоит. Далее мы взяли шотган с Х-12. Но провели два теста, ведь в защите он имеет глушитель, а в атаке нет. Что меняет результат одного и того же шотгана. Если кто не понял, то эти модули снять нельзя. Это мы так думали поначалу. И протестили этот шотган за атаку и за защиту. Но зайдя в документ Rogue 9 с цифрами урона, я увидел, что несмотря на глушитель, урон не падает. И шотган остается таким же. А глушитель точность не режет. Поэтому смысла нет показывать вам один и тот же шотган два раза. Взяли шотган Инг без глушителя. Потому что лично я его уберу гораздо чаще, чем в защите. Первая броня. 78. 55. 62. 85. 77. Ни одного ваншота в первую броню? Окей. Вторая у нас, как правило, должна лучше быть. Ваншот. Во! Еще ваншот. Опять ваншот! 74 и 28. Слушайте, неплохо. Три ваншота во вторую броню из пяти выстрелов делает этот шотган реально эффективным. А что покажет третья броня? 37. 38. 92. 24. 49. Ой, ну совсем плохо. Ну, в любом случае, можно сказать, что шотган может выдать вам частые ваншоты. И из-за этого его можно брать. Дробовик Эллы. Я, кстати, его покупал тупо для этого ролика. Так-то я Эллой не бегаю. Я не хотел Эллу покупать, но у меня нет Эллы. Ее надо купить для тестов ролика. Я покупаю Эллу чисто для видоса. Потому что я на ней бегать не буду. Да. Первая броня. 88. 32. 58. 34. 33. Ой, ну совсем плохо. Моя любимая вторая броня. 28. 77. 20. 28. 21. Уууу, совсем херня. Третья, я так понимаю, будет еще хуже. 25. 25. 66. 93. И 26. Забудьте про этот дробовик. Он только в упор может завалить. Дробовик М10-14. Фибиайс ват. Первая броня. 83. 62. Ваншот. 53. И 31. Ну, такое себе. Вторая броня. 74. 94. 81. 67. 74. Ой, ну это совсем фигово. Третья броня. 15. Ваншот. 39. 54. 48. Ужас какой-то. Ну, я ожидал от него лучшего. Напоследок, самое вкусное. Автоматический шотган АЦС-12. Новый на 30 патронов. Я уже заранее знаю, что он покажет самые худшие результаты. Первая броня. 20. 44. 41. 36. 21. Вторая броня. 13. 48. 36. 18. 31. Третья броня. 42. 26. 52. 26. И 16. Ну, я не удивлен. В гайде на маэстро я уже все об этом шотгане высказал. Что же, я не хотел брать дробовик бака, потому что он не является основным. Суть тестов поставит вас в положение, когда у вас нет дальнобойного оружия. Поэтому в прошлый раз мы не брали карманный дробовик. И сейчас я Бейли в 410 тоже брать не буду. Но мои друзья все же уговорили меня сделать тесты подствольного дробовика. Чисто ради интереса. Но все тестеры уже разошлись по этому настрое. Первая броня. 54. 32. 32. 54. И 31. Вторая броня. 47. 74. 54. 47. И промах. Ладно, давайте еще раз. 48. Третья броня. 78. 40. 39. 24. И 25. ЛЦУ, кстати, был установлен. Очень похожие результаты на дробовик Элы. Что же, подсчитаем. Какой же дробовик в целом оказался лучший по урону ваншотом и, соответственно, в точности в движении. Кстати, когда были промахи, я их буду считать как промахи. Ведь на геймплее вы тоже можете промахнуться. Считать я буду общий урон, ваншоты буду считать за 100. В итоге, первое место. Дробовик Кавейры. Потом Валькирии. Шотган Лижина. М10-14 Фибя и Сват. Фрастюхи. Потом Сайга. И самые лоховские. Элла. Дробовик Бака. И Маэстро. Что хотелось бы сказать. Многие включат хейтеров и скажут, что на некоторых шотганах нужно сильно сближаться. Но если запихнуть дуло в рот противнику, то да, любой шотган убьет. Мы выбрали самую оптимальную дистанцию и тестили все полуавтоматические шотганы на ней. Чтобы выявить лучшие по точности и урону на оптимальной дистанции. На какой чаще всего идут перестрелки шотганов. Теперь вы сами можете сделать вывод, какой полуавтоматический дробовик вам использовать. Ну а я заканчиваю. Не забудьте глянуть прошлый ролик с помповыми шотганами. А если понравился видос, то можете поставить лайк, подписаться на канал, группу ВК и пожелание вступить в наш дискорд канал. Всем удачи, друзья. Всем пока.